Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я очень рад, что мы наконец-то вернулись С нашим третьим сезоном Потому что мы получали миллионы Миллионы писем, миллионы вопросов Почему, где же подкаст Почему он до сих пор не выходит И вообще забили мы на него или нет И я специально проверил, что последний выпуск Или, как говорят, некто крайний Если мы записываем этот выпуск, то тот был не последним Да, он вышел 6 августа Получается, около двух с половиной месяцев Пауза слегка затянулась Да все на самом деле банально и просто В этом году было необычное трансферное окно В футболе в связи с ковидом Оно было перенесено на более поздние сроки А поскольку летнее Так называемое летнее, которое было перенесено Фактически на осень Трансферное окно продолжается 12 недель То, соответственно, вот оно длилось С августа до 17 октября И объективно говоря, у любого Спортивного юриста, который практикует В сфере футбола во время трансферного окна Всегда куча работы И несмотря на то, что мы очень любим и уважаем наших слушателей Нам нравится записывать подкаст Но времени просто элементарно не хватало Ну, более того, еще все футбольные стейкхолдеры Члены футбольной семьи Они тоже были заняты Мы не могли никого позвать Агенты, юристы клубов Все были завалены работой И все пали жертвой этого необычного Трансферного окна Потому что одно дело У тебя все заканчивается 1 сентября, как обычно Ты уже с сентября свободен А здесь почти до середины октября Даже больше все продолжалось и все достаточно серьезно вымотались Тем не менее, мы начинаем наш третий сезон И надеемся, что вам понравится То, что мы приготовили для вас У нас будут интересные гости Гостей мы будем чередовать с нашими скучными, занудными рассуждениями О каких-то кейсах, о каких-то новостях И я думаю, что в этом сезоне мы вам расскажем О паре интересных дел, в которых мы лично принимали участие Да, сегодня я предлагаю, Юр, нам сделать такой апдейт Что случилось, пока нас не было Что произошло, какие интересные, важные события в мире спортивного права Произошли за те 2,5 месяца Пока мы не выходили, чтобы наши слушатели Не потерялись в водовороте событий Не потерялись А в следующем выпуске мы уже обещаем вам суперинтересного гостя Да, поэтому сегодняшний наш выпуск будет полностью состоять из новостей В которые мы будем более глубоко погружаться И попытаемся вам рассказать о каждой из новостей, которую мы выбрали Но понятно, что за 2,5 месяца было огромное количество новостей Поэтому мы выбрали, на наш взгляд, самые интересные И которые имеют какие-то значительные последствия для нашей спортивной индустрии Ну что, поехали? Поехали И первая на сегодня новость касается временных правил вызова в сборные футболистов Не секрет, что в условиях COVID-19 многие клубы столкнулись с проблемами При направлении футболистов в сборные Очевидно, что многие клубы не хотят отпускать своих футболистов Боясь, соответственно, что футболисты вернутся и сдадут положительный тест на COVID Или не вернутся Или не вернутся Также и для спортсменов достаточно опасно путешествовать сейчас В частности, регулярными рейсами лететь из одной страны в другую И вот для того, чтобы снять все вопросы FIFA утвердил специальные правила направления футболистов в сборные команды До этого они эти правила выпускали перед каждым международным окном для проведения матчей сборных И сейчас они выпустили более-менее постоянные правила, которые будут действовать на все последующие окна Миша, расскажи нам подробнее, что это за правила и что там было установлено Хотелось бы просто напомнить, что вызов в сборную футболистов Одно из самых критикуемых вообще правил в футболе И есть как ковид-диссиденты, так и есть сборные диссиденты То есть как венгеры, которые вообще ненавидел это все правило Потому что что это такое? Уезжает у тебя футболист здоровый и приезжает без ноги А ты, как работодатель основной, который платит ему зарплату, должен продолжать эту зарплату платить А игрока использовать не можешь Понятно, что для FIFA это основной вид заработка В чемпионат мира играют сборные И, соответственно, если сильнейшие игроки не будут в эти сборные приезжать То никто это не будет смотреть, никто не будет смотреть, никто не будет платить Никто не будет платить, FIFA накроется Поэтому FIFA всеми силами защищает этот институт сборных При этом надо отдать им должное, что она идет навстречу тем, кто критикует сборную в частности, например, по поводу травм, начали страховать футболистов, начали лечить их за счет FIFA. Есть определенный регламент уже страхования, есть выплаты клубам, которые отпускают игроков в сборную. То есть это все еще безусловная обязанность, но мы ваших игроков страхуем, мы вам платим деньги и так далее. И если раньше было правило, что ты не мог не отпустить футболиста в сборную, потому что, ну, я сам футболист, соответственно, хотел за эту сборную выступать, и на клубы нанагались санкции в случае, если не отпускают, то теперь FIFA под давлением, соответственно, обстоятельств окружающих, а именно ковид, признал, что бывают случаи, при которых отпускать необязательно. Опять же, это не то, что на усмотрение клуба оставляется, тут есть объективные некие критерии. Например, в этих новых правилах FIFA указала, что вы можете не отпускать в случае, если есть карантин обязательный по месту приезда на матч или, например, по возвращению с матча. То есть, если ты отпускаешь игрока сыграть один товарищеский матч, но он при этом должен сидеть не менее пяти дней, как правило, везде этот срок равен 14 дням, то, соответственно, ты можешь его не отпускать, потому что у тебя игрок уехал на один матч и две недели сидит, например, на карантине. Это абсолютно логично. Более того, есть второе ограничение, по которому ты можешь не отпускать. Существуют некие правила, ограничивающие передвижение в местонахождение клуба, который направляет. То есть, он, например, уехал, а обратно затверднено возвращение. FIFA не хочет вставить, опять же, клуб в какое-то рисковое положение, когда он отпустил своих игроков. Он должен получить их обратно для проведения национального чемпионата. И третье правило, которое установлено в FIFA, новое, это то, что даже в случае, если существуют эти ограничения на карантин или на передвижение, клуб должен запросить у компетентных органов исключения, и конкретно для этого футболиста, и если, соответственно, эти первые два правила плюс отсутствие исключения от компетентных органов существует, он может не отпускать. На мой взгляд, это абсолютно логичное и обоснованное правило, которое показывает, что FIFA объективно и оперативно реагирует на то, что происходит вообще, в принципе, в мире. Давайте перейдем к следующей новости. К сожалению, как и все новости, связанные с допингом, если в одном предложении ты читаешь российские спортсмены допинг, то, скорее всего, это неутешительная новость для нас. Такая новость как раз вчера пришла к нам из Лозангского суда, из антидопингового подразделения. Это новое подразделение, которое рассматривает... Было специально создано в рамках КАС, которое рассматривает эти антидопинговые дела как суд первой инстанции. Раньше национальные федерации спортивные рассматривали, а теперь в некоторых случаях они могут передавать... Ну, например, не в Федерации биатлона международной рассматривать этот спор, а сразу передать в первую инстанцию Лозангского суда специальное антидопинговое подразделение. И вот новость о том, что в отношении у Стюгова было вынесено решение нашего биатлониста, что он признан виновным в том, что у него есть отклонение в его биологическом паспорте. Паспорте крови. Юр, расскажи нам вообще, что это такое и почему это важно? Ну, смотри, во-первых, я хотел бы поблагодарить наших слушателей. Несколько слушателей написали нам в директ. Прямо накануне, да? Да, прям накануне. Потому что это решение вышло вчера, и о нем стало известно вчера. И наши слушатели попросили нас разобраться в этом деле, разобраться в юридической составляющей. Но сразу хочу предупредить... Что мы не можем разобраться. Что мы некомпетентны. Не, на самом деле информация о данном решении, она идет только из одного источника, от адвоката Евгения Устюгова. Поэтому полностью всех юридических фактов у нас нет. Решение еще не опубликовано. Но попробуем проанализировать ту информацию, которая есть у нас сейчас. Для начала, я думаю, что большинство наших слушателей не знают, что такое биологический паспорт. Я поясню, что биологический паспорт – это специализированная программа ВАДА, которая предполагает сбор данных о спортсмене на основании взятых у него проб крови. Соответственно, за определенный промежуток времени эти пробы фиксируют определенные показатели. И если в показателях спортсмена есть определенные отклонения, это позволяет сделать вывод антидопинговой организации о том, что спортсмен совершал антидопинговые нарушения. То есть у него не находят в его биоматериалах конкретное вещество, но тем не менее наука сейчас достигла таких высот, что определенные показатели анализов крови позволяют сделать вывод, что спортсмен употреблял какие-то запрещенные вещества. И правовой базой для этого является статья 7.5 Кодекса ВАДА, которая говорит, что если антидопинговая организация убедится на основании данных биологического паспорта, что имело место нарушения, она обязана немедленно уведомить спортсмена и начать разбирательство. Соответственно, в нашем случае Биатлон Integrity Union, специальный орган внутри Международной Федерации Биатлона, предъявил Устюгову обвинение в отклонениях его биологического паспорта в период с января 2010 по февраль 2014 года. И основные претензии к Евгению были связаны с аномально высоким уровнем гемоглобина. Было принято в итоге решение аннулировать все результаты нашего российского биатлониста с 2010 по конец сезона 2013-2014, и в этот сезон у него выпало три олимпийские медали. Да, крутые результаты. Золотая и бронзовая медаль на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года и золотая медаль в эстафете на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Самое интересное, что золотая медаль сочинская уже и так находится под угрозой из-за того, что в рамках рассмотрения дела Московской лаборатории, манипуляциями с базы данных московских лабораторий, Устюгова уже обвинили в употреблении аксандролона. Комбо. Да, по данному делу его уже, соответственно, дисквалифицировали на два года, несмотря на то, что он завершил уже давно карьеру. Если в итоге это дело завершится поражением Евгения, то медаль у него и так, и так заберут. Что касается данного конкретного дела по биологическому паспорту спортсмена, из открытых источников известно, что его сторона пыталась доказать, что для Евгения такой уровень гемоглобина является нормальным в его повседневной жизни. И даже анализы, которые брали у него в 2017 году, спустя три года после того, как он завершил карьеру, показывали примерно такой же высокий уровень гемоглобина. И на этом сторона защиты выстраивала свою позицию. Это нормальный для него показатель. Но здесь интересно, по информации, которая была опубликована в прессе, что арбитр на этот аргумент сказал, что это может свидетельствовать о том, что спортсмен продолжал принимать запрещенные вещества даже после завершения карьеры. Соответственно, это был первый аргумент. Также остальные аргументы, которые стали известны... Там, я понимаю, процессуальные какие-то... Да. Два других аргумента, которые озвучил Алексей Панич, партнер компании Гербер Смит Фри Хиллс, представляющий интересы Устюгова, назвал следующей причиной. Во-первых, ранее, по данным же обстоятельствам, IBU уже проводила расследование, и это расследование было закрыто в 2018 году. После этого в 2020 году оно было открыто заново. И здесь адвокат говорит о том, что то предыдущее решение уже было РС-юдиката, и, соответственно, повторно IBU не могли рассматривать один и тот же вопрос. То есть РС-юдиката, давайте поясним. Слушателям это вынесение решения между теми же сторонами по тем же основаниям и предметам. Это предыдуциальное значение какого-то решения для данного дела. То есть вы уже рассмотрели эти обстоятельства между теми же самыми лицами, вы уже не имеете права возбуждаться по этому поводу. Да, но здесь со стороны понятно, что комментировать сложно, потому что, как правило, значения РС-юдиката имеют выводы в конкретном решении. Может быть, обстоятельства поменялись, может быть, IBU установила какие-то дополнительные обстоятельства и факты, которые позволили им заново открыть это дело. Поэтому я думаю, что здесь мы дождемся опубликования официального решения и посмотрим на эти аргументы. Ну, вообще, конечно, печально, потому что это один из самых, насколько я понимаю, титулованных спортсменов наших в данном виде спорта. И я все жду того дня, когда мы все-таки уже откроем интернет с утра и не прочитаем, что какого-то нашего спортсмена дисквалифицировали, причем за десятилетней давности какое-то там якобы нарушение. Когда это все закончится, мне непонятно. Слушай, ну понятно, что общество, как всегда, поделилось на несколько групп, даже комментарии, которые читаешь по факту этой новости. Половина людей там пишут о том, что надоели жрать допинг, когда же все это закончится, а половина людей говорят о том, что это уже заговор против российских спортсменов, и это уже перестает удивлять. Честно говоря, знаешь, уже не отличишь, что правда, что ложь, потому что я помню, что когда только все это начиналось, скажем так, Сочи-гейт и так далее. Макларен. Родченко-гейт, Макларен-гейт. Макларен-гейт. Все мы еще пытались как-то следить за этим и как-то комментировать, но сейчас я, например, вообще, когда мне звонят журналисты, я вообще не берусь это комментировать, потому что я настолько уже потерял нить. И мне кажется, только юристы, кто непосредственно занимается этими делами, могут с точностью сказать, в какой точке находимся мы на данный момент и как далеко еще до конца нам. Поэтому надеемся, что мы все будем болеть за устюгу его адвокатов, потому что это решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Лосангского суда, а, соответственно, еще одна инстанция у Стюгова есть, чтобы попытаться доказать свою невиновность. Да, я просто хотел напомнить нашим слушателям, что антидопинг-дивижн, который рассматривал данное дело, был создан в КАСС как отдельная структура. У него отдельный список арбитров, у него отдельные каунселы, которые сопровождают эти дела, и антидопинг-дивижн даже сидит в отдельном здании. Это сделано для того, чтобы обеспечить максимальную независимость антидопинг-дивижн. Первая инстанция от апелл-дивижн, от подразделения, которое рассматривает апелляции. И, соответственно, получается, что это решение антидопинг-дивижн может быть обжалона в течение 21 дня в апелляционную инстанцию того же самого Лозаннского спортивного арбитражного суда, которое будет рассматривать данный вопрос уже совершенно другими арбитрами. Не устаешь удивляться прозорливости КАСС и их бизнес-жилки, когда они поняли, что все-таки допинг — это очень большая часть споров в спортивном праве. Они создали этот антидопинг-дивижн и, по сути, продают услугу федерациям, многим федерациям, которые не хотели бы, наверное, заниматься этим расследованием на своем уровне. А КАСС говорит, ребята, давайте нам, передавайте нам, мы будем это все делать, мы тут уже все умеем, платите денежки, и мы все сделаем. Да, и здесь интересно, кстати, как раз последний аргумент стороны защиты спортсмена, почему КАСС рассматривает это дело. Представители спортсмена считают, что у КАСС вообще нет юрисдикции рассматривать данное дело, потому что антидопинг-дивижн появился только в 2019 году, спустя пять лет после того, как Евгений Устюгов закончил свою профессиональную карьеру. Но, тем не менее, если обратиться к правилам КАСС антидопинг-дивижн, то из этих правил видно, что юрисдикция данной инстанции вытекает из полномочий, делегированных ему соответствующими спортивными федерациями. Если Международная федерация биатлона подписала соглашение с КАСС и делегировала свои полномочия, и более того, соответствующую арбитражную оговорку заложила в действующие правила, а спор должен распатриваться по действующим процессуальным правилам, на мой взгляд, как раз юрисдикция у антидопинг-дивижн есть. Поэтому для спортсмена нет большой разницы, что его дело рассматривал бы тот же самый Integrity Union, что Integrity Union делегировал свои полномочия более профессиональной инстанции, которая состоит из профессиональных арбитров, которые являются большими профессионалами в этих допинговых делах. Сразу видно, Юрий, что вы тоже большой профессионал, потому что сделали такой большой вывод из просто трех строчек интервью адвоката, который ничего практически не сказал. Вот это, я понимаю, уровень. Надеюсь, меня не обвинят в фантазиях, и я ничего не сказал, что... Да, сделай дисклоджер, что это только твое мнение. Это оценочное осуждение. Нет, на самом деле будет интересно почитать это решение. Потому что, чувак, биатлон, биатлон, это когда люди с ружьями ездят на лыжах. То есть мне нужно опасаться, да? Если я сказал что-то не так, то... Да-да-да, у них есть ружья. Давай перейдем к следующей новости. Она, на самом деле, тоже очень интересная. И тоже пришла к нам из эпохи пандемии. Я не знаю, гордиться этим или нет, потому что наш партнер Георгий Градев, партнер болгарского офиса, он представлял одну из сторон в этом споре. Я говорю о споре, который все мировое спортивное сообщество называет первым спором в ковид-эпоху, связанным с обстоятельствами отмены матчей из-за ковида. Весь мировой интернет спортивный обсуждает это решение. Я говорю о решении КАЗ-7356 Слован-Братислава против УЕФА и против футбольного клуба Клаксвик. Того самого известного, да? Самый топ-клуб фарерских островов Клаксвик. И я еще раз говорю, что непонятно, радоваться нам или нет, потому что, с одной стороны, наша фирма представляла Слован-Братислава, но, с другой стороны, мы проиграли в этом деле. Но, с третьей стороны, все отмечают, что проиграли-то мы проиграли, но вот тоже разделилась, на самом деле, аудитория на два лагеря. Одна из которых говорит, что УЕФА неправа, даже несмотря на решение КАЗ, другие говорят, что, в принципе, неправы мы. Интересно просто посмотреть на данное решение в контексте новости, которую мы обсуждали еще в прошлом сезоне, новость по матчу футбольного клуба Ростов и Сочи. Да, да, да. Если помнишь, тогда Ростов не хотел принимать участие в матче, и Российский футбольный совет сказал, что вам будет защитно техническое поражение. Ростову пришлось выпустить молодежный состав, а мы тогда с тобой с умным видом сидели и рассуждали, что это форс-мажор, что у РФС нет оснований привлекать Ростов, если бы они не поехали на данную игру, что РФС, по идее, должен перенести и так далее. Но вот мы видим жесткий подход, аналогичный жесткий подход на уровне УЕФА. Давай попробуем разобраться в этом деле. Я не согласен. Дело в том, что, как ты видишь, правила меняются в прямом эфире. Когда мы рассматривали дело Ростов-РФС, там не было никакого специального регулирования по поводу ковида, тогда как дело Слован-Братислава, оно как раз связано со специальным регулированием, которое принято в УЕФА, которое, собственно говоря, специально под эти ситуации принято. И мне кажется, самое главное отличие. УЕФА действовало по правилам, которые оно само приняло, а РФС... Ну, ладно. Ну, кстати, на самом деле РФС во все регламенты нового сезона, во всех профессиональных соревнованиях внес формулировку «неявка на матч», в том числе в связи с невозможностью выставить необходимое количество футболистов из-за ковида, влечет за собой присуждение технического поражения. Женя, я могу только приветствовать. На момент дела Ростова такого правила не было в том-то и дело. Это самое главное. Так вот, что случилось со Слован-Братислава? Давайте обсудим. Это, на самом деле, очень интересная ситуация. Немножко фактов. 15 июля УЕФА внедрила, назовем это так, специально... Жестко внедрила. Жестко внедрила свои правила в специальный протокол по ковиду, который был утвержден исполком УЕФА, и все клубы, которые участвовали в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, были проинформированы, что в этом сезоне действуют специальные правила, примененные к квалификации, к плей-оффу европейских соревнований, связанные с ковидом. И футбольный клуб Слован, они играли в Лиге Чемпионов, между прочим, отборочный раунд первый, который был назначен на выезде в Клаксвике, в Фарерские острова, кто не знает. 17 августа, Слован, прилетел на эти Фарерские острова. За два дня до матча. И по прибытии у них прямо в аэропорту у всех взяли тест на ковид. И такой сюрприз, что у массажиста-физиотерапевта был обнаружен ковид. Соответственно, по правилам Фарерских островов, вся делегация была изолирована на 14 дней. Что сделал Слован? Понятно, что для них был шок, они попросили УЕФА, чтобы матч был перенесен, и чтобы они смогли прислать какой-то резервный состав для игры. И матч был на два дня перенесен, и Слован приехала новая делегация. У них опять взяли тест на ковид. Его сюрприз. Опять нашли у одного из футболистов ковид. И опять всех на 14 дней. Я прямо представляю себе, как они там бедные все сидят на Фарерских островах. Есть ли там вообще отели для такого длительного проживания. Ну, я имею в виду такого огромного количества человек. Просто две делегации. Я надеюсь, они уехали оттуда, не до сих пор там сидят. Туда уже УЕФА сказал, ребят, сорян, у нас нет возможности больше переносить. И Слован попросил перенести этот матч либо на нейтральное поле, либо в Словакию. Но УЕФА сказал, что у них больше нет возможности для переноса этого матча. И передал дело в УЕФА, в дисциплинарные органы, которые вынесли решение о техническом поражении. И тут Слован решил попробовать обжаловать это решение. Юр, расскажи, что было дальше. Дальше была очень быстрая процедура рассмотрения дела. Сначала Слован попросил провиженного межа с обеспечительной меры. Ему в этих обеспечительных мерах было отказано. И после этого, соответственно, была согласована ускоренная процедура разбирательства по данному делу. Но, тем не менее, несмотря на быстро вынесенное решение, Словану было отказано в удовлетворении апелляции. Четыре основных аргумента рассматривалось в этом деле. Соответственно, первым был аргумент УЕФА, который говорил о том, что у них отсутствует так называемое standing to be sued. То есть, если переводить на русский язык, то они являются ненадлежащим ответчиком по данному делу. Соответственно, УЕФА считал, что поскольку решение о необходимости Слован в Лиге Чемпионов затрагивает всех участников Лиги Чемпионов, УЕФА сказал, что, извините, но помимо нас должны быть ответчиками все клубы, которые участвуют в Лиге Чемпионов. На что, соответственно, арбитр сказал, что да, косвенно интересы других клубов, конечно, затрагиваются, но другие клубы получают свои права на участие в Лиге Чемпионов исключительно от УЕФА как организатора турнира. И в данном случае УЕФА как организатор Лиги Чемпионов может служить коллективным представителем интересов всех его участников. Поэтому УЕФА именно та организация, которой должен быть предъявлен иск. Также УЕФА говорил о том, что в случае положительного решения у нас нет возможности восстановить Слован, потому что, грубо говоря, их раунд уже давно прошел. Поезд ушел. Да, поезд ушел, на что КАС тоже сказал, что да, конечно, трудно восстановить, но эта трудность связана с решением УЕФА. Поэтому УЕФА принимает такое решение и должен взять на себе риск. Поэтому это никаким образом не должно повлиять на доступ футбольного клуба Слован к правосудию. Соответственно, грубо говоря, арбитр сказал, что это ваша проблема. Если бы он принял решение восстановить УЕФА, как-то пришлось выкручиваться. Следующий аргумент принадлежал футбольному клубу Слован, который говорил о том, что обо всех процедурных действиях в рамках УЕФА было уведомлено ненадлежащее лицо. Было два контактных лица, и вместо того, чтобы направлять главному контактному лицу, УЕФА почему-то направлял всю корреспонденцию второму контактному лицу, который на тот момент находился на карантине и не мог оперативно заниматься вопросами данной процедуры. Такой аргумент. Вот. На что КАС сказал, что, извините, но если какая-либо страна по швейцарскому праву дает возможность действовать нескольким представителям, то информация может предоставляться любому из этих представителей. Вот. И более того, арбитр напомнил, что, извините, но мы рассматриваем дела Денова. То есть все любые процессуальные нарушения, которые имели место на предыдущей инстанции, они не имеют значения, потому что мы заново по всем аргументам разбираем данный спор. Следующий аргумент, который был условно, касался того, что дело было вынесено ненадлежащим органам УЕФА. Мне тоже, когда я читал это решение, сначала странным показалось, почему решение было вынесено апелляционным комитетом, и оно не рассматривалось дисциплинарным комитетом УЕФА. Да. Оказывается, в дисциплинарном кодексе УЕФА есть статья 29.3, которая говорит о том, что если дело носит срочный и неотлагательный характер, то председатель дисциплинарного комитета может его передать сразу для вынесения решения в апеллгоди, в апелляционную инстанцию, для того, чтобы избежать излишнего затягивания. Ну, типа, можно вообще, чтобы не затягивать, можно вообще Верховный суд сразу передать. Сразу тройки и расстрелять. Да-да-да. Ну, типа, зачем затягивать? На что Слован ссылался на приложение 1 к регламенту Лиги чемпионов и говорил о том, что правила дисциплинарного регламента не действуют в данном случае, а, соответственно, пункт 2.1 приложения должен являться лег специалист, то есть имеет преимущественное значение. Но арбитр не согласился здесь, он сделал трактовку обоих регламентов, регламенты Лиги чемпионов и дисциплинарного регламента, и сказал, что нет, дисциплинарный регламент действует, регламент Лиги чемпионов его не заменяет, поэтому, соответственно, статья 29.3 действует, и УЕФА может передавать это дело сразу в апелляционный комитет для вынесения решений. Давай, самое решение на сайте КАС висит, любой может ознакомиться. Что ты считаешь? Что самое главное? Подожди, подожди, и теперь я перехожу к самому главному. Кто является виновным за срыв матча? Слован полагал, что, почему нам присудили техническое поражение, виновным в срыве матча является футбольный клуб Клаксвик. То есть интересно, что в этом деле Слован не оспаривал неправомерность наказания ввиду того, что у них были форс-мажорные обстоятельства и так далее. Это уже очевидно, это установлено, что если у тебя ковид, и ты не можешь выставить состав, то, к сожалению, тебе присуждают техническое поражение. Но Слован говорил о том, что мы не виноваты в том, что произошел срыв матча, в этом виноват Клаксвик из-за того, что по правилам Лиги Чемпионов, принятым на текущий сезон, о которых ты говорил, принимающий клуб должен уведомлять УЕФА и другую сторону обо всех существующих ограничениях в связи с ковидом. То есть если у вас есть обязательный карантин, если у вас есть, я не знаю, запрет на въезд из каких-то стран и так далее, вы должны уведомить об этом УЕФА, и на основании этих данных УЕФА принимает решение, можно ли проводить этот матч в данной стране, или его необходимо перенести в другую страну или на нейтральную территорию. И, соответственно, Слован считал, что Клаксвик скрыл от УЕФА необходимость проведения обязательного тестирования. По мнению Слована, если бы УЕФА знал о том, что обязательное тестирование необходимо, УЕФА могли бы перенести этот матч в другую страну, потому что это было бы препятствие. На что арбитр КАС сказал, рассматривающий это дело, что тестирование обязательно не является ограничением для въезда. Это обычная процедура въезда в страну, которая установлена на конкретный период. Так же, как не является ограничением, например, необходимость предъявить паспорт. Арбитр реально обязательное тестирование сравнивает с необходимостью предъявить паспорт при въезде в страну. Соответственно, если есть такие же правила, если у вас нет заболевших, то вы спокойно въезжаете в страну. А если у вас есть заболевшие, то это понятно, что законный повод для карантина. Соответственно, арбитр здесь не нашел никаких нарушений Сказал, что Клаксвик действовал добросовестно И поэтому пришел к выводу о том, что в срыве матча виноват Слован Только лишь потому, что у него, соответственно, два человека Были тестированы положительно на ковид Очень интересное, на самом деле, решение Не безосновательное, назовем это так Все-таки, на мой взгляд, у КАЗ были хорошие аргументы Просто с этой точки зрения очень интересно, как будут развиваться все похожие споры И совершенно очевидно, что UEFA или РФС или любой другой организатор соревнований Он будет делать все, что шоу must go on Они будут пытаться интерпретировать в любом случае Все, даже если Клаксвик забыл кого-то что-то уведомить Они будут, на мой взгляд, все время интерпретировать все нарушения В пользу продолжения соревнования Да, мы, конечно, можем сейчас закопаться, кто там виноват И кто там, соответственно, кого не предупредил Но уже соревнование прошло, уже этот групповой раунд уже прошел На мой взгляд, все федерации, все организаторы Они всегда будут в пользу продолжения чемпионата Потому что это их деньги И, пойдя на один раз такой эксперимент, переиграв какой-то квалификационный раунд Я думаю, что это откроет ящик Пандоры Поэтому они будут в любом случае упираться И в конце этой новости хотел просто сказать, насколько изменилось Ты помнишь, если в марте-апреле тот же самый Ростов Один заболевший, вся команда на карантин На матчи едут молодежные команды То сейчас вообще во всем мире, это не только российская практика Насколько я понимаю, просто кто-то заболевает И вон, тихо отцепили Его тихо отцепляют У всех остальных отрицательные анализы вперед играть Да, никакой контактной группы Все уже поняли давно, хотя почему-то еще в регламентах это не зафиксировано Но все поняли, а лиги молчаливо с этим согласились Что если мы будем контактной группой изолировать полностью все команды То они сами недополучат доходы Потому что никто не будет смотреть за играми молодежных составов Или 3-0 всем будет защитить Поэтому одни молчаливо согласились Другие приняли эти правила игры И поэтому теперь у нас, например, Краснодар Я, конечно, не буду ничего утверждать Но очень странно, когда просто 10 человек получили травмы неожиданно Говорили вот в Челси несколько человек получили неожиданно травмы Хотя еще недавно они были здоровы Ну то есть, как говорят в твоей любимой программе Все все понимают Это не с точки зрения осуждения или что-то еще Я просто хотел бы зафиксировать эту смену дискурса Слушай, но может быть в этом ничего нет плохого? Потому что футболисты здоровые молодые люди И если они по очереди условно все переболеют И от этого не будет страдать тренировочный игровой процесс Лично я полностью согласен с этим подходом Просто я хотел бы, чтобы не было двойных стандартов Мне кажется, что организаторам лучше последовать за практикой То есть зафиксировать это все регламентно Чтобы потом в случае чего неугодные не были наказаны А, соответственно, остальные будут продолжать играть Без изоляции контактной группы Вот и все Но я согласен, да, лучше играть, чем просто болеть Совсем недавно, 30 сентября Российский футбольный союз на своем исполкоме Принял новый регламент по работе с посредниками Который вступает в силу с 1 января 2020 года Не знаю, насколько долго проработает этот регламент Потому что мы с вами в прошлом сезоне говорили о том Что в ближайшее время будет новый регламент FIFA Который вступит в силу, скорее всего, с нового сезона Вполне возможно окажется, что РФС принял свой регламент на полгода И ему придется его заново переделать Сюрприз Переписывать Никогда такого не было, и вот опять Расскажи нам, какие основные изменения? Я вообще хотел бы сказать не только про изменения А про сам вообще подход Во-первых, никто не может до сих пор понять Кто же такие агенты Это зло или добро? Мы помним прекрасно, что я, по-моему, в 16-м году В 15-м В 15-м принял решение Исключить агентов из своей футбольной семьи Передать это все на регулирование Национальным федерациям Или вообще не регулировать Удивляет такой подход Недальновидный Я имею в виду, что совсем немножко прошло времени И уже вроде бы агентов Ну, по слухам Со следующего сезона Опять приглашают в эту самую футбольную семью И бросается в глаза То, что до сих пор И FIFA, и Национальная федерация Так и не определились с тем Что же с этими агентами бедную не делать Либо их контролировать Либо допустить их в открытое плавание Пускай по каким-то нормам предпринимательства Не связанным со спортом работает Слушай, ну я не согласен с тобой По-моему, все очевидно В 2015 году Блаттер решил Что он не хочет контролировать эту деятельность Не хочет за нее отвечать Отпустили в свободное плавание После этого проанализировали Поняли, какая огромная сфера Оказывающая существенное влияние на футбол Существует без регулирования И FIFA принял решение Вернуть это назад в регулирование Те действия, те решения Которые принимал футбол стейкхоллер С комитет фифашный И совет FIFA, направленный на реформу Говорят о том, что FIFA поняли свои ошибки Ну да, но теперь вернемся тогда К Российскому футбольному союзу Как ты помнишь Так как ты являешься Одним из лицензированных агентов Российского футбольного союза Аккредитованных посредников Аккредитованных посредников Как вас не назовися Равно вы Жучки Жучки, да Я к тому, что На мой взгляд Политика РФС Выглядит не очень последовательно В этой части Потому что сначала РФС сказала Все, в отличие от FIFA Мы вообще будем все Супер жестко регулировать Вот лицензии дорогие Вот мы будем сейчас Все регистрировать Всех наказывать У нас есть специальный комитет По агентской деятельности По посредникам У нас есть Обязательная регистрация Штрафы Наказания Все клубы будут штрафоваться Если они будут С нелицензированием Посредниками работать И сейчас вдруг Они говорят Еще до истечения Лицензии первых Которые были выданы Посредникам РФС вдруг решила Давайте изменим Эту практику РФС приняла Серьезные Достаточно изменения В регламент Перечислю только Несколько из них Во-первых Самое главное Это то, что Ранее выданные лицензии Все лицензии Включая лицензию PRO Которая стоила 10 миллионов рублей Прекращают Свои действия То есть люди Заплатили 10 миллионов рублей Получили лицензии Еще до истечения Срока Им говорят Ладно Отыгрываем Заканчиваем Эти лицензии Давайте Сдавайте экзамен Но гуманистический подход Российского футбольного союза Состоит в том Что у таких посредников Есть два выбора Первый выбор Это вернуть Свои деньги пропорционально То есть ты заплатил 10 миллионов за 5 лет Грубо говоря 2 миллиона за каждый год Вот у тебя осталось Условно 2 года Забери назад Свои 4 миллиона рублей И скажи спасибо Либо у тебя второй Подожди Подожди Либо второй вариант Ты можешь оставить деньги В РФС И получить новую лицензию Без экзаменов Потому что теперь С 1 января Все посредники Будут сдавать экзамен И обязательно Поголовно для всех Хочешь быть посредником Иди сдай экзамен Ну да У меня всегда возникают вопросы Когда кто-то Кто сначала брал деньги Их потом возвращает Это значит Что-то пошло не так Обычно деньги Лучше не возвращать Я имею ввиду Что если ты их делаешь Особенно если ты их взял в долг Ты так всегда поступаешь Нет Мне кажется Что агенты Я напомню Что до реформы РФС С этими профессиональными лицензиями У нас было По разным подсчетам От 60 до 100 агентов Зарегистрировано Больше 100 было Больше 100 Какой-то 120 Да И по сути Были агенты Которые работали Чуть ли не десятилетиями Самые первые агенты И по сути Теперь После того Как была проведена Реформа с этими Пролицензиями А потом с отменой Это про лицензии То все вот эти 120 человек Кто захочет сейчас Опять легально работать В спортивном бизнесе Они должны будут Сдавать экзамены Очень интересно Агенты Которые сдавали экзамены Еще в 90-х годах Они должны будут Сейчас прийти И эти экзамены Пересдавать Посмотрим Насколько они Сохранили свои знания Мне кажется Нужно срочно Нам подсоветиться Устроить какие-то курсы По подготовке агентов Кстати Хорошая идея Слушай Ну на самом деле Если так объективно говорить Я считаю Что конкуренция Это всегда хорошо А искусственное ограничение Конкуренции Это не всегда хорошо Поэтому РФС Очевидно действует С благими намерениями И если РФС Сможет нормально Контролировать этот рынок Нормально Организовать экзамены Таким образом Чтобы эти экзамены Сдавали действительно Те кто обладают Необходимыми знаниями Кто прошел курсы Наши компании По подготовке Это будет Обязательным условием У меня единственный вопрос Только к этому Давайте сделайте Что хотите Только давайте Пожалуйста Хотя бы Чтобы это Дайте рынку стабильно Нужна стабильность Нужно чтобы правила Не менялись каждые 3-4 года Но это не серьезно Вы сначала просто всех В одну сторону все бегут Потом в другую сторону бегут Любые правила Окей Устанавливайте Но дайте хотя бы лет 5-10 Чтобы они поработали Но невозможно так Потому что Сначала агенты Сдают экзамен Потом они не сдают экзамен Потом опять сдают экзамен Давайте Какую-то стабильность Какие еще у нас есть Изменения в этом новом регламенте Я называю их косметическими Как поправки в конституцию Мне кажется, да Потому что Самая главная поправка Была именно с лицензиями Остальное все сопутствующее Например Дают возможность Агентам заключать договоры Уже с футболистами Достигшими 16-летнего возраста Не дают возможности Ограничивают возможности Потому что Раньше ты мог подписываться Футболистам Начиная с 14 лет То сейчас Извини только с 16 лет Ну да Дальше Введен запрет Контактировать с футболистами До 1 января года В котором футболисту Исполняется 16 лет Очень смешно Там написано Посредством Ватсапа Мобильных приложений Телеграма СМС Почты В инстаграм Можно писать его? В директ инстаграм Ссылать фотки А также введено право Несовершеннолетнего футболиста Отказаться от агентского договора В одностороннем порядке Без штрафных санкций То есть С 16 до 18 лет Когда там Происходит становление Того же футболиста Профессионального Регламент дает право Им отказаться Ну на мой взгляд Опять же Ну это такие изменения Опять же Из агентов делают Каких-то маньяков Которые Привет Александру Маньякову От которых детишек Нужно огородить Ну мы же все понимаем Прекрасно Что никакой запрет Регламентный Не писать там СМСки Ну не будет он писать СМСки агенту Будет писать СМСки Его папе Ну как это вообще Ну то есть На мой взгляд Это все Просто какие-то Косметические вещи Надо давно признать Что агенты Это не зло Агенты Это часть футбола Да и не нужно Постоянно всех От них защищать И ограничивать Нужно просто Поставить в рамки Их работу И соответственно Регламента Вот и все Поэтому на мой взгляд Самое главное По сути что поменялось Это теперь Обратно вернулся экзамен У нас обратно вернулась Единая лицензия Для всех Не несколько лицензий Как было раньше Про категория А категория Суб категория Это еще Я напомню Что в начальной редакции Регламента Было еще что-то По-моему Б и С Какие-то там категории Они быстро отвалились Они были отвалились Потому что все запутались Вот И сейчас просто будет Одна категория Один экзамен 50 тысяч рублей Вперед Посмотрим что из этого получится Но еще раз большая просьба К РФС Стабильность Дайте стабильность И учесть наши курсы Да-да-да Следующий интересный вопрос Изменение правил Получения так называемого Футбольного гражданства ФИФА 18 сентября 20-го года На своем 70-м аж конгрессе Внес изменения В правила Регулирующие Применение Устава ФИФА Это одно из приложений К уставу ФИФА В котором Всегда исторически Регулировались вопросы Смены футбольного гражданства То есть футболист выступал за одну сборную Каким образом ему получить право Выступать за другую сборную Первое изменение Которое сделал ФИФА Он урегулировал вопрос Что такое Постоянное Непрерывное проживание Футболиста в стране Ёр, подожди, ну что ты Сразу бежишь Впереди паровоза Объясни просто слушателям Почему это важно Важны эти правила Почему мы о них рассказываем Ну давай ты и объясняй Я могу только Скучно рассказывать О том, что произошло Анализ событий Можешь делать ты Давай Смотрите, ребят Дело в том, что Вопрос спортивного гражданства Он немножко более сложный Чем простого гражданства Потому что у нас есть В России В Российском футбольном союзе Правила по легионерам Которые говорят о том Что легионером Считается тот, кто не то, что Не имеет паспорт От Российской Федерации А тот, кто не имеет права Играть за сборную То есть бывает Сборную России Или за сборную Одной из стран Евразийского экономического сообщества Да, да То есть ты можешь иметь Паспорт Российской Федерации Или, например, паспорт Армении Но при этом Ты не можешь играть За сборную этих стран И, соответственно Ты будешь считаться легионером Именно поэтому Суперважны Вот эти правила FIFA Об получении спортивного гражданства И по поводу смены Этого гражданства Существует масса ситуаций И огромное количество ситуаций При которых Это гражданство Нужно будет поменять Жил в одной стране Приехал в другую страну Тут лимит Нужно его сменить И так далее То есть огромное количество Запросов Очень часто поступает В нашу компанию Например, по поводу Смена этих гражданств Ну да, у нас все-таки Особенный механизм применения Во всем мире Эти правила служат для того Чтобы условно Аргентинец Переехавший в Италию Или в Испанию Начал выступать За сборную этой страны Или этнический турок Приехавший в Германию Смог играть за сборную В Германии То у нас применение Этой нормы С лимитом Да, связано С нашим российским лимитом Все, я закончил Я сейчас закончу Очень полезный комментарий Юрий, спасибо Юр, ну вспомним Давай применительно К нашей стране Все эти споры Длительные С Гильермо С Ари С Фернандесом Которые являются Иностранцами Этническими Бразильцами Но при этом Имеют право А. выступать за сборную России И Б. они не являются Легионерами Да, смотри Существовали два классических случая Первое Футболист Который никогда не выступал За свою национальную сборную Условно Гильермо Или условно Марио Фернандес Для того, чтобы выступать За сборную Новой страны В данном случае За сборную России Он А. должен получить гражданство И Б. удовлетворять Одним из критериев Первое Либо он должен родиться На территории нашей страны Что к ним не относится Второе Его биологические родители Или бабушки-дедушки Должны родиться На этой стране Либо Последнее Он должен проживать Не менее пяти лет На территории Соответствующей страны Как правило Большинство футболистов Попадали именно Вот под последнее Понятно, что бразилец Не может иметь Бабушек-дедушек Родителей в России Не каждый бразилец Вот, поэтому нужно было ждать Пять лет Я думаю Бразилец, который приехал В Акрон Маркс-Ленин По имени Маркс По фамилии не Ленин Я думаю, что он может Поискать На Красной площади Дедушку Но, тем не менее Существовало много споров Что считать Постоянным Непрерывным проживанием На территории Соответствующей страны Марио Фернандес Приехал играть в ЦСКА Условно в отпуск Он в Бразилию ездил Или на лечении ездил Является ли прерыванием срока Или нет Если помните Например, была ситуация Когда у сборной Украины Вышел футболист на поле И потом соперник Моралис, по-моему Не помню, как его зовут Но соперник оспаривал Что он условно На три месяца Внутри этих пяти лет Уехал в аренду Подали протест И тогда УФА сказал Что нет, три месяца Это слишком маленький срок Он не прерывает Тем не менее ФИФА решил четко определить Что такое Постоянное непрерывное Проживание в стране И, соответственно По новым правилам ФИФА сказал Что период проживания в стране Не прерывается В случае кратковременного отсутствия По таким причинам Как какие-то личные причины Отдых за границей Нахождение за границей По причине реабилитации Поездки за границу В связи с работой В качестве футболиста На сборы, на выезд И так далее При этом обязательно Период будет прерываться И аннулироваться Если произошло это событие То пятилетний срок Начинает течь заново То есть не надо закончить его А все начинает течь заново Если футболист переходит Другой клуб Из другой ассоциации Либо игрок отсутствует В стране По любым причинам Кроме тех Которые я озвучил ранее Но, кстати Получается Этот футболист Из Украины По новым правилам Срок бы его прерывался Да, срок бы прерывался Соответственно Теперь всем футболистам Если они уезжают Куда-то в аренду В другую страну Им нужно понимать Что этот пятилетний срок У них будет прерываться И при этом ФИФА сказал Что в любом случае Несмотря на любые Котковременные поездки И так далее Для футболиста Соответствующий год Календарный год Будет засчитан Как год непрерывного проживания Если он в течение этого года Провел в стране Не менее чем 183 дня То есть даже если он Условно выезжал На сборы На матчи И так далее Ну, очевидно Что это взяли Просто по аналогии С налоговым резидентством Да Уезжай по уважительным причинам Но если ты Менешь чем 183 дня в стране То как бы Извини Все равно Очевидно Что все эти правила Все эти новые комментарии Некая Самаре из практики При этом FIFA установила Что есть несколько исключений Связанных с этим правилом Пятилетнего проживания Срок проживания В том числе В зависимости Поставила от возраста Футболистов Да, просто напомним Что раньше Этот пятилетний срок Просто был 5 лет Не просто 5 лет А 5 лет После достижения 18-летнего возраста Поэтому на самом деле Очень многие Крымские футболисты Которые получили Гражданство Российской Федерации Но у которых Просто нет 5 лет Срока После достижения 18-летнего возраста Они считались легионерами Так вот, Миш Какие изменения Теперь FIFA внес В том случае Если футболист Начал проживать До 10 лет На территории этой страны Я имею в виду Что ему было Меньше 10 лет Когда он был совсем маленький Тогда этот срок Равняется Не пятилетнему сроку А трехлетнему Ну, это логично На мой взгляд Потом, соответственно Те, кто проживали В период с 10 до 18 лет Не менее 5 лет И, соответственно Для игроков Которые начали проживать С 18-летнего возраста Не менее 5 лет В чем разница Что в зачет Идет срок проживания До 18-летнего возраста Потому что раньше Как сказал Юра Это только было С 18 лет Что ставило Шлагбаум Для очень многих футболистов Да, теперь многие Молодые футболисты Которые приехали С родителями в Россию В возрасте 15-16 лет Которым только недавно Исполнилось 18 лет Они получают возможность Получить статус Не легионера В России Значительно-значительно раньше Это новость позитивная Но вообще, Юра Вот эти поправки Они просто Пресса писала Очень поверхностно По этому поводу На том и есть Чтобы разбирать Более детально Да, и очень много звонков Я получил от футболистов Потому что пресса написала Раньше было правило о том Что нельзя сменить Спортивное гражданство Если ты заигран был За сборную А А теперь пресса написала Что да, теперь даже Если ты заигран за сборную А То можно сменить Спортивное гражданство Расскажи, Юр Так ли это? Давай немножко поступательно Потому что на самом деле Поменялось еще одно Интересное правило Раньше По старым правилам Если футболист Не играл за главную команду Команду А Своей сборной Но при этом Играл за юношскую Или за молодежную сборную В официальном матче Да, в официальном матче То, чтобы поменять Футбольное гражданство На момент первого Официального матча У него уже должно было Быть гражданство Новой страны Что для большинства Футболистов Практически нереально Это только для тех У кого фактически С рождения Два гражданства Как условный Наверное Константин Рауш Выступая за сборную Германии У него с рождения Было российское гражданство И он смог Поменять свое Футбольное гражданство Сейчас ФИФА Это правило Немного упростил Изначально Правило Которое было Оно осталось Но тем не менее Введено По сути новое правило Что если Футболист Который сыграл За юношскую Молодежную сборную Своей страны И на тот момент У него не было Гражданства Новой страны Но тем не менее Его матч был Одного года То есть как раз Подходит под критерии Молодежных и юношеских Сборных И он удовлетворяет Одному из критериев Смены футбольного гражданства То есть он родился На территории страны За которую он хочет выступать Бабушки, дедушки Да Живет атлет И так далее В таком случае Он сможет поменять Своё футбольное Это очень позитивное Изменение на самом деле Потому что Бывает такое Что очень многих футболистов Заигрывают за молодежки 17-летних допустим А потом что-то случается В их жизни Что меняет их жизнь полностью Например Они переезжают Или родители переезжают И всё Они уже заиграны За сборную той стороны Первоначальную И всё Они больше не могут Менять спортивное гражданство И вот это исключение Оно даёт возможность Это спортивное гражданство Сменить Именно в случае игры За юношескую сборную Да Теперь то, о чём ты говоришь Та самая громкая поправка О том, что футболист Игравший за главную сборную Теперь может поменять Футбольное гражданство На самом деле Есть нюансы Как говорится Да, есть нюансы Этих нюансов очень много И когда я читал критерии Которым должен удовлетворять Такой футболист Мне, честно говоря, показалось Что эти критерии Писались, скорее всего Под какого-то Одного конкретного футболиста Но это шутка Но тем не менее Найти футболиста Который удовлетворяет Всем этим критериям Достаточно сложно Итак, представим себе Футболист сыграл Вышел на поле В матче За главную Сборную Германии После этого Имея русские корни Он хочет выступать За сборную России Каким же критерием Он должен удовлетворять Во-первых Во время выступления В первом матче За свою текущую сборную То есть в нашем случае В нашем примере За сборную Германии У футболиста Нет, к сожалению У него должно быть Гражданство страны За которую он хочет выступать Если условный Константин Рауш Вышел бы на поле За главную сборную Германии В официальном матче То, чтобы выступать Потом за сборную России У него на тот момент Уже должно было быть И немецкое И российское гражданство Второе Во время выступления В первом официальном матче За сборную Футболисту За текущую сборную Должно быть Не менее 21 года То есть он должен выйти За главную сборную Своей страны Будучи совсем-совсем Еще молодым В-третьих Он должен сыграть За свою текущую сборную Не более чем Три матча Причем интересно Как официальных Так и неофициальных Да, если раньше FIFA вообще не рассмотрел Никим образом Неофициальные матчи То здесь Если ты вышел В пяти товарищеских матчах Не сыграл ни одного официального То, извини Для тебя вопрос закрыт И последнее Футболист Никогда не должен выступать За свою текущую сборную На финальном этапе Чемпионата мира Или в финальных турнирах Чемпионата конфедерации Таких как Чемпионат Африки Чемпионат Европы И так далее Представить себе футболиста Который удовлетворяет Одновременно Всем этим критериям Мне, честно говоря Очень сложно Поэтому я бы не разделял Позитив журналистов О том, что наконец-то FIFA разрешил футболистам Менять сборную Я думаю, что FIFA Как раз именно Принял эту поправку Конкретно По ошибке молодости Назовем это так То есть Когда молодого футболиста Реально заигрывают за сборную Ну, бывает такое Давайте заиграем А потом посмотрим Что с ним дальше будет Вот его молодого заигрывают За сборную В какой-нибудь квалификации И потом просто Забывают про него И что ему теперь делать В старую сборную Его не берут Но у него есть, например Корни какие-нибудь Африканские часто бывают Для европейских стран И, соответственно Он может быстренько Если он не играл На чемпионатах мира И чемпионатах Европы Он может попробовать Это сделать Это не то, что Устоявшийся спортсмен Стаближет футбол плеер Который больше 21 года Он потом Где заплатили Больше А мне кажется Это как раз Исключение под молодежь Ошибку он совершил Ничего себе ошибку совершил За главную сборную сыграл Ну, разные бывают ситуации Это не правило Это скорее исключение Из правил на мой взгляд Вот так и есть Давай перейдем Юр, уже Я думаю, что все Ждут Наконец Когда мы закончим Этот выпуск Нет, мы не можем Закончить его Без великого И ужасного Жозе Закончим его Такой курьезной новостью На самом деле Давай расскажи А я попробую Нудно прокомментировать Как всегда Новость следующего содержания Нигде не подтверждена официально Но появилась информация В британских таблоидах О том, что на самом-то деле Оказывается Все права Имиджевые права На изображение И так далее Мауриньо Они принадлежат до сих пор Челси Когда он тренировал Челси Видимо во второе предшествие Тогда он по контракту Отдал все эти права Футбольному клубу И впоследствии В Манчестере И сейчас в Тоттене Он уже Как ты произнес по-британски Новые клубы Не имеют права Использовать именно Имиджевые права В своей коммерческой деятельности Это очень необычно Хотя я лично сталкивался С такими контрактами Где было написано Что по истечению срока действия Мы еще 20 лет Можем использовать Но я никогда не сталкивался Чтобы это было Эксклюзивное право Слушай, на самом деле Очень часто Когда согласовываются контракты Ты всегда бьешься с юристом клуба За формулировки Про имиджевые права Всегда клуб хочет себе Максимально все оставить Эксклюзивно Но на практике Практически никто Это никогда не использует И не обращает на это внимания Ну, Юра, возможно Футбольный клуб Текстильщик Это и не используют Зачем ты обижаешь Футбольный клуб Текстильщик Условно В России вообще У нас использование Коммерческих имиджевых прав Достаточно на зачаточном уровне Но на самом деле Законодательная база Все-таки имидж Мауриньо Мауриньо Это величина Поэтому я думаю Что там как раз Это достаточно больно И для Тоттнама И для Манчестер Инвайтед Для них это больно Что они не могли использовать Продавать кружки С использованием Мауриньо Безусловно Интересный Ну может это быть В России Или нет Я не британский юрист Поэтому я не знаю Поэтому можешь закончить Комментарий Поэтому можем закончить Комментарий Но я могу прокомментировать Мог бы случиться Такой случай в России Нет, не мог Точка У нас нет Достаточной правовой базы Та правовая база Которая есть Говорит о том Что Ты стал преподавателем По английскому языку Я что-то о тебе не знаю Та правовая база Которая есть Говорит о том Что такие права Как право на имя, право на изображение, право на псевдоним являются личными неимуществами, правами человека, которые неотчуждаемы. То есть, например, у нас статья 19 ГК говорит о том, что имя и псевдоним человека могут быть использованы другими лицами только с его согласия. Также статья 152.1. Ну вот, соответственно. Да, подожди. Мауриню дал согласие Челси. Статья 152.1 ГК говорит о том, что использование изображения также допускается только с согласия гражданина, но Верховный суд в постановлении пленума номер 25 от 2015 года сказал, что да, это согласие может быть дано, но в любой момент отозвано. Представь себе, футболист, который по контракту передал имиджевые права какому-нибудь российскому футбольному клубу, написано, что эксклюзивно на 5 лет, а Верховный суд говорит, а в любой момент может отозвать. Слушай, ну это бред. Я, конечно, пойду против Верховного суда, но я приобрел право на изображение Мауриню, запустил печать тарелочек или кружечек, и потом Мауриню в процесс с этого печати приходит и говорит, а я отзываю. Да, да. Сорян. Ну, как я могу делать бизнес на этом? Не, очевидно, что все эти нормы, они не учитывают коммерциализацию имиджевых прав. А для чего еще передавать имиджевые права? Ну, чтобы на стенку вешать или что? Ну, на самом деле, я читал комментарии юристов по патентным спорам, и все говорят, что даже если имя или псевдоним зарегистрировано в качестве товарного знака, это не лишает возможности соответствующего лица использовать свое имя и товарный знак. Да, но он же будет передавать, использовать не он сам, а он будет передавать тот нам его использовать. Ну, смотри, у нас, слава богу, в России со спортсменами, с тренерами таких споров не было, а вот с артистами они случаются регулярно. Например, одна из последних новостей, я уверен, что ты просто не следишь за российским шоу-бизнесом, так как слежу я, была новость о том, что Тимати может потерять право на использование своего псевдонима Тимати. Какой кошмар. Но на самом деле с лейблом Blackstar связаны многие такие случаи. И несколько лет назад был суд, когда один российский рэпер Ливан Горозия L1. Он судился с лейблом Blackstar именно за имя L1, за псевдоним. Blackstar зарегистрировал, а именно компания ООО, музыкальный лейбл Blackstar, зарегистрировал товарный знак L1. И также товарный знак Тимати, и все артисты, которые находятся у них в лейбле, все псевдонимы зарегистрированы как товарный знак. Соответственно, Горозия судился с лейблом, пытался вернуть себе право на товарный знак. Все суды он проиграл, потому что товарный знак был зарегистрирован с его согласия, он действует там еще определенный срок, и, соответственно, суды отказали в удовлетворении требований. Но при этом все юристы по патентным спорам говорят, что да, окей, товарный знак зарегистрирован, но это не говорит о том, что он не может выступать под этим псевдонимом. Он создает музыкальные произведения под этим псевдонимом, он автор их, и это его неотъемлемое право, как право автора выступать. Ну, то есть, условно, кружечке или майке он выпускать не может с наименованием L1, но выступать и собирать зала из стадиона не может. Ну, я думаю, что, может быть, я ошибусь, но мне кажется, что просто там проблема была не только в псевдониме, и выступать он не может не поэтому, потому что все песни наверняка были в авторстве, сделаны с какими-то продюсерами. Не, очевидно, что, как минимум, все смежные права точно предложат лейблу, потому что они записывались на оборудование. Ну, конечно, да. Так же, как вот студия подкастерская завтра запретит нам использовать. Запретит. Не, она нам доплатит просто, чтобы мы еще... Чтобы мы больше не приходили сюда. Да, слушай, резюмирую. Резюмировал, резюмировал и не... Да, не вырезюмировал. Да, про Маурини. Давай вернемся от Ливана. Ливан, я думаю, что не пострадал, потому что... Как я соскочил, да? Потому что, если бы его звали Иван, я думаю, ему было бы сложнее начать сольную карьеру. А так у него достаточно редкое имя Ливан, и поэтому все и так знают, кто это такой. А что с Маурини-то действительно такое могло быть? Ну, я думаю, что в Британии вполне могло быть. В России, опять же, я повторю, что в России такая ситуация, скорее всего, была бы невозможна, если бы только не зарегистрировали. Кстати, интересно, почему российские клубы... Я никогда не встречал, чтобы российские клубы регистрировали фамилию футболистов или их прозвище как товарные знаки. Это знаешь ответ, потому что у нас в компании есть отделение Сила Маркетинг, и мы столкнулись с тем, что у нас в России достаточно низкий запрос вообще в принципе у рекламодателей и у бизнеса на использование спортивных каких-то личностей и так далее. То есть, если был спрос, я думаю, бы клубы регистрировали, да, пока у нас достаточно низкий спрос именно на рекламные контракты с участием спортсменов и так далее, я думаю, что в этом просто нет смысла. Ты же знаешь, сколько регистрируется товарный знак? Минимум год футболист может уже закончить к тому времени, поэтому... Когда он молодой, он никому не нужен, когда он уже в возрасте известный, ты начнешь регистрировать. Через два года ты получишь товарный знак, а футболист уже закончил. Но неважно. Давай тогда, Юра, и мы закончим. Очень хорошо ты думаешь о российских футболистах. Давай и мы закончим тогда с тобой. Это был первый выпуск третьего сезона подкаста «Сила права». Мы еще раз... С авторством с чемпионат.ком. Мы еще раз все присутствующие, все слушающие поздравляем Юру с днем рождения. Желаем ему еще много-много сезонов записывать этот подкаст, даже без меня. Нет, я без тебя не могу записывать подкаст. Ребята, я напоминаю вам, пожалуйста, активизируйтесь, подписывайтесь на наши, не знаю, как сказать, подкасты. Везде, где вы их слушаете. Особенно на чемпионат подкаста. Особенно на чемпионат подкаста. Он выходит на YouTube-канале Apple Podcast, Google Podcast и так далее. Любой подкаст. На любой подкаст. Обращаю ваше внимание, что распространению помогают очень сильно ваши рекомендации. Рекомендуйте своим коллегам, друзьям. И обязательно оставляйте комментарии. Нам очень приятно и познавательно слушать, что вы о нас думаете. Всем пока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok